здравствуйте уважаемые подписчики друзья нашего канала сегодня мы рады вас приветствовать с мариной сегодня делаем интереснейший расклад сегодня будет вторая часть поговорим о драгоценных камнях сегодня будет супер интересная информация многие из вас поменяют свое мнение о драгоценных камнях и так марина первый вопрос насколько процентов драгоценные камни помогают человеку влияет на человека оказывает влияние если индивидуально правильно подобрать так марина вам слово здравствуйте роман здравствуйте зрители посмотрим какой процент влияние камней человека и падают карты влияние камни имеют колоссальное здесь говорится о том что камни как и для развития влияют на человека как и на здоровье как и на сохранение каких-то качеств имели кто-то даже для привлечения семьи поэтому камни влияние имеют колоссальность под насколько процентов как можно сказать его сколько раз на придите здесь 50 50 на 50 понимаете 50 на 50 человек верит даже может усилить этот процент видите вот верховная жрица падает выбор 50 на 50 значит по идее видите по вот этому колонии по вот это это значит камни дают 50 процентов гарантии о том что желание у человека может исполниться развитие может наполниться здоровье может улучшиться увеличивается именно на 50 процентов сразу увеличивает то направление которое человек хочет продвинуть да и на именно камень на 50 процентов увеличивает правильно я бы сказала так это будет правильный ответ потому что ведь по верховной жриц она как бы говорит о том что 50 на 50 усилие усил камень усиливает действия если человек хочет значит развить какие-то способности сверхпособности этот камень ему поможет для развития на 50 процентов быстрее получить желаемого понимаете ну да именно увеличить не 50 на 50 у одного сработать другого нет а именно увеличить на 50 процентов просто она пойдет быстрее развитие если например лечится как-то допустим от чего-то да или сохраняет что-то он также как бы увеличивает желаемым 50 процентов быстрее есть даже такие камни которые на исполнение желания если например носить камень который вот вы загадаете на камень желания будете с ним ходить он также в 50 процентов быстрее увеличит исполнение вашего желания 50 процентов получается быстрее для достижения цели вот разобрались это очень важно больше даже чем руны которые мы раньше прописывали это очень-очень важно когда камень подбираем индивидуально для нужной цели задачи для конкретного человека и он знает как ими пользоваться сейчас мы про это еще поговорим или следующей части с не успеем это очень важно то есть вот вы увидите все секреты камней те кто раньше никогда на это внимание не обращал теперь такой вопрос вот мы сейчас узнали что камень правильно подобранный на 50 процентов увеличивает а если мы группу камней подбираем для человека чтобы они друг другом правильно взаимодействовать насколько еще увеличивается процент влияния на человек ну и составляющих карт можно сказать что подобранных камней процент не увеличится но будет нести колоссальный итог видите вот тут стоит тройка жизнь ну ну то есть каждый камень просто как у том если он нести свою функцию понимаете на больше нет но будет нести но вы знаете можно сказать так что не каждый камень может соседствовать с другим камнем и на вот по вот этим картам по двум можно так вот сказать что нужно подобрать правильной картой чтобы камни соседствовали друг с другом не все камни могут дружить друг с другом в общей тематике да это мы еще более подробно разберем просто вот по вот этой карте она говорит о десяточке ничего что не все карта видите вот карта говорит что не все камни они могут вместе находиться значит нужно подбирать каждый камень чтобы он вместе соседствовал видите как чтобы не было каких-то чтобы человек не нанес себе вреда да это очень важно вот камни влияет на все направления жизни на здоровье на финансовую сферу на семейные отношения семейное благополучие создание защиты разных видов защиты их очень много на духовную сферу и причем все вот эти сферы они подразделяются на миллион других сфер например я хочу поднять иммунитет раз определенный камень чисто для вас вашей ситуации допустим изменить работу почек что почка лучше работы 1 специальный камень для почек для усиления для ускорения обмена веществ для улучшения зрения для улучшения слуха для роста волос вот вы представьте каждое направление еще миллион направлений существует множество камней каждый камень еще может быть своего цвета и так далее то есть вот очень можно детально точечно прямо до работать над любой вашей проблемой то есть вот прямо можно по общему как работать по общему направлению а можно именно детально правильно я говорю что скажут карты вселенной видите вы говорите совершенно правильно это наука настолько уникально про камни да что их дает нужно действительно подбирать чтобы вот они были и для денег правильно и для жизни и для работы и финансовой сферы и для развития видите здесь все карты падают такие которые и предпринимательство и для зарабатывания денег и получать желаемого камни которые есть даже для которые помогают в учебе правильно если подобрать до камни нужно подбирать правильно да для улучшения родов там есть камни да для снижения стресса да и так далее то есть прямо вот направлений очень очень много можно бесконечно об этом рассказать очень интересное влияние камней а и продолжим дальше от чего зависит степень влияния камней на человека на ту или иную ситуацию то есть это расположение планет может быть от развития души там влияет ли камни от планет до планеты воздействует как то на камни допустим стоит сегодня луна то камень сильнее работать с другой камень то как-то там планета там повернулась на мы приблизились к нам другой камень по-другому будет работать ну да есть какие-то камни определенная бы я сказала по рыцарю мечей которые именно в лунную фазу действует лучше и быстрее допустим да это наверное как я понимаю что это больше подходит к лунному камню потому что вот именно лунный камень он как раз и реагер реагирует на фазы луны вот именно когда в растущую луну вот когда только начинает его вообще нежелательно носить а когда вот полная луна или там идет на убыль вот он прям самый эффективный есть как раз некоторые такие камни которые именно на этого здесь я даже думаю что по четверочке мечей камни конечно нужно знаете как будет правильно сказать после выполнения своей функции их чистить правильно вот так можно сказать по вот именно четверочке мечей сказать вот попользовались камни почистили через определенный какой-то времени даже в зависимости вот этой планеты которые идут которые усиливают допустим да вот камень действие его вот он произвел какое-то вот состояние планет может быть когда планеты выстраиваются или когда планета входит в созвездие может быть этого клиента допустим человека который пользуется этим камнем да потом надо его почистить я бы так сказал да планеты влияют на камни да мы еще дойдем до очистки до этих вопросов это очень интересно кстати и вот второй вопрос от развития души как-то влияет вот есть люди которые ну скажем менее развиты и человек который более развит влияние камня на них будет одинаково или разуме нет смотрите видите здесь падает пара все-таки и развитые не развитый человек императрица падает нет они абсолютно помогают одинаково усиливать наоборот вот это направление если тебе не хватает ты не так развиты тебе набор даже камень будет больше помогать одинаково влияет а а может ли это зависит от программы например что если допустим в программе прописано что как-то человек больше может взаимодействие с камнями да или у кого-то может быть меньше взаимодействие такого нету то есть сразу изначально как бы все одинаково перед камнями вот видите по карте солнца тузу мечей по королеве пентакли я бы сказала что здесь не зависит от программы камни подходит абсолютно всем просто нужно правильных подобрать перед по карте вот солнца подсолнуха они абсолютно подход всем изначально нашего рождения видите ребеночек здесь по тузу мечей это все штуки воздух это значит идет все равно власти триумф значит в принципе этими благами создатель наградил нас при рождении мы значит можем им пользоваться и они нам будут усиливать по королевы пентакли видите наоборот это этого нам в помощь сдатель нам дал эти камни натурально помощь чтобы как-то мы люди могли себе чем-то помочь что-то усилить следующий вопрос если мы допустим подобрали камень для человека индивидуально он будет влиять на человека всю жизнь или есть какие-то камни которые помогли человеку завершили какой-то процесс и все и он больше не нуждается в нем или все камни как бы периодически надо менять на другие когда они там отработали там если у них свой цикл влияние человека это тоже очень важный вопрос знаете по этим картам я могу твердо сказать что есть определенная также категория камни которые нужно будет избавиться а это все таки 50 на 50 а есть которым им просто нужно потом будет заменить потому что здесь двое и здесь двое это все таки как замена 50 на 50 возможно кто-то например что-то загадал до своей жизни есть такие камни которые используются на желание да он выполнил свою функцию видите и вот папажу мечи и по умеренности можно сказать смело что его нужно будет просто заменить потому что этот камень отдал полностью себя на реализацию этого желания да а есть которые например а помогли в чем-то их просто нужно почистить вот по башне и они будут дальше работать ну или еще пример да чем мы говорили что допустим человек взял даты для усиления открытия третьего глаза например да там он открыл третий глаз все камень ему уже для этой функции не нужен он отработал как а дальше значит ему нужно что-то потом извините заменить на более другой вариант который ему будет например для ясновидения даже есть карты для яснознания есть такие камни тоже которые используются здесь он помог значит он будет где-то уже другой камень будет другую функцию нести в реализации вот этого направления да это кстати очень важно чтобы люди понимали да потому что у всех всегда вопрос а руна сколько будет работать вот для камней точно так же вот допустим если цель ваша конечная камень помог достичь какой-то цели вы уже совершили все желание или способность открылась или вылечить от чего-то дальше влияние просто этого камня не нужно потому что все вы пришли к этой цели задачи вы достигли он вам помог либо подобрать какие-то камни для других целей задач как бы или вы просто этот камень убираете и так далее то есть вот так это все работает правильно да совершенно верно камни нужно постоянно на себе носить чтобы они максимально качественно и правильно влияли на человека или можно периодически снимать и насколько чтобы не потерять эффективность работ видите здесь пятерка пятерка и восьмерка нет их постоянку носить не нужно видите здесь в пятерки жезлов это как-то более все либо играющий форуме перед пятерки пентакли тоже больше вопрощающий и восьмерки кубков это путешествие думаю нет их особо носить постоянку не надо их можно даже просто с ними нужно разговаривать вот вот это карте они прям но даже вот видите допустим вот так вот надо вот и брать и просто вот подержали разговаривали подумали помечтали и вот могли даже положить в принципе по стоянку их носить не надо я думаю что вопросов еще очень очень много поэтому наверное эту часть мы окончим пишите обязательно свои вопросы если у кого-то еще есть интерес к камням обязательно ответим наверное одну или две части еще сделаем чтобы до конца эту тему закрыть потому что на нашем канале этой темы никогда не было теперь мы начинаем этим усиленно заниматься поэтому все кому интересны камни обращайтесь на личные консультации обязательно все это проработаем вот видите по вот этой карте по девяточке жезлов можно сказать что еще до конца даже они не изучены эти камни очень много не заинтересовывать людей наблюдение развитие но основательная прочность это как бы вот как бы основа понимаете прям твердо которая вот именно можно сказать твердо уверена что она такая материальная что вот они помогают да по девятке жезлов спокойно можно говорить еще раз как вот 50 процентов я сказала да камни помогают усиливать направление ну значит это наша тема обязательно все что неизвестно раскроем людей поэтому это наше предназначение благодарим марину благодарим карты вселенную благодарим что смотрели нас развивайтесь вместе с нами пишите свои обязательно комментарии они нужны для поддержки канала ставьте лайки подписывайтесь на наш телеграм-канал лабиринты знаний там гораздо больше информации успехов всем здоровья счастья увидимся наук выпуска всего доброго до свидания спасибо Продолжение следует...